В нынешнее время можно определить каким-то одним словом? Можно. Гибель государства. Вы абсолютно серьёзно? Абсолютно серьёзно. Это можно доказать? Да. Но это очень долго рассказывать, как происходит гибель нашего государства. Если не произойдёт каких-то неожиданных, может быть, даже событий. Государства гибель, его уже и нет. Уже всё диктуется и не только с нашего вверху, а сверху и с другой стороны. Наслаждается не культура, там не было никогда культуры. Я в Америке очень часто бывал, месяц лекции читал в университете, во многих университетах просто разовые лекции читал. И я понимаю огромную разницу. Я понимаю, там образец, вот, образец, это благосостояние. Живут в среднем, так, довольно скромно и сдержанно. Это там нас, нам в нос, как гостям совали. То, что смертное, простое, там не имеет. Вы знаете, там жизнь самая простая, эта верхушка там вузит. Но она пытается нас не принизить. Принизить уже принизили. Она старается нас... Это большие какие-то глобальные, я не политик, но я понимаю, это благосостояние. Им важно захватить влияние над всей территорией. И для того, чтобы было спокойнее деформировать наши ценности нашей страны, не страны, нашего общества. Вот тогда, я скажу, деформировать. Очень успешно это делается. Исчезают какие-то понятия, которые человека делают человеком, а не скотиной. Насаждается, чтобы мы были глупые, чтобы мы были жадные, чтобы мы были малосопротивляемы. Очень идет процесс. Вы понимаете, мы сидим у меня здесь в комнате, очень мило и хорошо. А на самом деле идет процесс на большом уровне, как уничтожить эту страну, которая как бельмо на глазу сидит всем. Потому что мы еще опасны и не атомными бомбами. Мы еще опасны, потому что парламент проголосовало больше всего, с чего я почти начал, за коммунистов. Это для них большая тревога. Это покушение на их богатство. И богатство не рядовых людей. Потому что рядовые там живут, и они могут сказать, что очень хорошо. Хорошо и только. Очень сдержанно. Все записывается. Пять центов туда-то, двадцать пять туда-то. Значит, и их задача погубить государство. Чтобы его не было. Деформировать окончательно. Воспитать молодежь вот с этими погаными фильмами, погаными книгами. Деформировать молодежь не было, чтобы этой страны. Виктор Сергеевич, вот за окном какая сейчас пьеса идет? Вы наблюдаете ее? Я и наблюдаю ее еще, к сожалению. Что за пьеса? Расскажите ее в финал. Это трудно. Это трудно. Я боюсь взяться. Но и газеты об этом так много пишут, что даже неинтересно разговаривать. Одни боятся каких-то экстремальных событий, типа бунта. Хотя с одним очень крупным лицом. Я говорил, я боюсь, бунт будет. А я не боюсь, он сказал мне. Очень большое лицо. Он сказал, я не боюсь. И это уже страшно. Вот. Значит. И угадать нет. Я ничего не могу угадать, что будет. Я предполагаю, я предполагаю, но если не исчезнет наша страна совсем, она, в общем, к этому ползет потихоньку, что она исчезнет. Она исчезнет территориально, все останется на своем месте. Волга будет течь так же, как она течет. Дом так же, как он течет. Значит, тайга будет тайгой, если не вырубят всю. Значит, дело не в этом. Дело не в этом. Смена ориентира, смена духовных ценностей на материальные ценности, которые произошли сейчас. Самое страшное событие, которое произошло, смена ценностей. И в это проклятый, ну, извините, все-таки в песенке-то поется, «Сатана там правит бал». Да? Вот «Сатана там правит бал». И «Сатана там правит бал», а мы тут прижались в своих комнатенках и в своих где-то, понимаете, семейках. И ничего не можем сделать, потому что «Сатана» завладел. Надо пережить все вот эти недоразумения современности, надо пережить, если не произойдет полного разрушения нашего государства. Мы народ духовный. Мы народ духовный. Все-таки, даже делая пакость, мы говорим, «Ой, прости, Господи!» Я верю, я верю, что, конечно, я знаю, что такое духовная жизнь и что такое материальная жизнь, обеспеченная очень. Я это знаю. Они же вот эти богачи, они живут скотской жизни. Они не понимают, что они скотина. Что они скотина, ну, породистая скотина. Понимаете? И больше ничего. Они жадные. Все эти Гусинские, Березовские, Абрамовичи, еще эти наши, а был фамилия, богачи. Это совсем другие люди. Это совсем другие люди. Они выросли на ваших пьесах, Виктор Сергеевич, так же, как и я. Да, они не выросли на моих пьесах. Вот в чем беда. Вы выросли, они не выросли. Они не выросли. Их это не очень тревожит. Их другое. Понимаете, я понимаю, это жажда денег, жажда богатства, удобства, комфорта и всего прочего. Я понимаю, что это соблазнительно, но это игрушки. Это игрушки жизни. Все эти дворцы, все эти усадьбы большие. Это все игрушки. Ай, как человеку. Ну, у меня, повторяю, что я, очевидно, мое такое устройство. И я имею право говорить, потому что я пережил бедность самую беспросветную и богатство по тем временам просто очень. С излишеством. И я имею право говорить. Я знаю, что при всем при том, я остаюсь одним и тем же человеком. Понимаете? Нет. Нет. Но как это? Вот выступаю, у кого только я не выступаю. И стараюсь проповедовать эти идеи, которые не я выдумал, которые, так сказать, завещаны давным-давно лучшими людьми человечества. А что сделать? Я политикой не занимаюсь.